Стефан Шарбанье, убитый сегодня террористами в Париже, был фигурантом списка главных врагов Аль-Каиды. Этот документ был ранее опубликован в издании Inspire, связанном с террористической группировкой. Главный редактор еженедельника Шарли Эбдо был одним из девяти деятелей, внесенных Аль-Каидой в список людей, разыскиваемых за преступления против ислама. Помимо Шарбанье, в списке указываются трое сотрудников датского издания Юландс Постен, которая первым опубликовала карикатуры на пророка Мухаммеда. Это бывший главный редактор Карстен Юсты, карикатурист Курт Вестергард и редактор Флеминг Роуз. Еще один неугодный Аль-Каиде карикатурист — шведский художник Ларс Вилкс, рисовавший собак с головой пророка Мухаммеда. Далее идет Герт Вилдерс, голландский политик, лидер и основатель партии Свободы. Вилдерс известен своей жесткой антиисламской риторикой. В частности, он заявил о том, что выгнал бы пророка Мухаммеда из страны, если бы тот был нашим современником. Моррис Садик, адвокат и копский активист, перевел на арабский рекламный ролик скандального фильма «Невинность мусульман». В списке двое американцев. Один из них — пастор Терри Джонс, который дважды публично сжигал Коран и был арестован при попытке сжечь 3000 томов Корана во Флориде 11 сентября 2013 года. Вторая американка Молли Норрис, карикатуристка из штата Вашингтон, которая организовала Общенациональный день рисования Мухаммеда в 2010 году, после того, как исламиста пригрозили убить художника мультипликационного сериала «Южный парк». Еще одна женщина — феминистка из Сомали, написавшая сценарий фильма «Покорность», режиссер которого Тео Ван Гог был убит в 2004 году. Еще одной фигурой, внесенной в этот список, является известный британский писатель Салман Ружди, автор романа «Сатанинские стихи», которого заочно приговорил к смерти иранский айтала Хаминеи. Сегодня Руждик резко осудил теракт в Париже и призвал жителей планеты проявлять бесстрашное неуважение к религии.